МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей. К этому часу о самых заметных событиях в городе. Всероссийская неделя сбережений. Муравленковцы учатся планировать личный бюджет. Народной участковой началось финальное голосование всероссийского конкурса. Битва сильнейших в Муравленко стартовали первенство и чемпионат Ямала по пауэрлифтингу. Ямал в 2018 году сохранит все действующие меры поддержки населения и впервые за 6 лет проиндексирует социальные выплаты. Как сообщила директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова, с нового года соцвыплаты проиндексируют на 4%. Это связано с инфляцией. Последний раз индексация проводилась в 2012 году. Причем выплаты сразу за 2 месяца ямальцы получат уже в декабре. Кроме того, по указу президента России, социальным работникам повысят зарплату до 100% от средней по экономике в регионе. В целом, на сферу социальной защиты в бюджете следующего года планируется предусмотреть более 10 миллиардов рублей. Сегодня на Ямале действует 96 мер социальной поддержки населения, из них 68 – региональные. Уникальную возможность научиться планировать семейный и личный бюджет получили муравленковцы. В рамках Всероссийской недели сбережений для жителей города проводят мастер-классы по финансовой грамотности. Первый тренинг прошел в Доме культуры Украины. Тюменский эксперт учил муравленковцев формировать семейный бюджет так, чтобы средств хватало не только на краткосрочные затраты, питание, оплату жилищно-коммунальных услуг, но и на более крупные покупки. Идея была в том, чтобы заставить еще раз всех задуматься о том, что мы делаем и как мы это делаем, куда мы вкладываем денежные средства, куда мы их тратим. Потому что очень часто бывает так, что после вопроса, куда вы потратили, никто не может ответить на этот вопрос, потому что деньги просто разлетаются. Вот чтобы этого не происходило, нужно правильно планировать свой личный бюджет. Сегодня была предоставлена возможность как-то расширить свой кругозор и получить такие знания, которые очень важны, которые, к сожалению, в школе не преподаются. И если бы я в раннем возрасте узнаю что-то из взрослой жизни, то чем раньше, тем лучше. Всероссийская неделя сбережений проходит при поддержке администрации города. Следующее мероприятие состоится в бизнес-инкубаторе уже сегодня в 16 часов. С жителями встретятся представители кредитных и страховых организаций, пенсионного фонда, полиции, налоговой инспекции и Роспотребнадзора. Скидку в 20% за коммунальные услуги на весь следующий год предлагает филиал «Ямал Коммунэнерго». В рамках акции «Самый добросовестный потребитель – экономный потребитель». Подробности у Эрнеста Бавшина. Горожане продолжают копить долги за жилищно-коммунальные услуги. Задолженность уже перевалила за 220 миллионов рублей. Только ресурсникам муравленковцы задолжали более 100 миллионов. Методы борьбы со злостными неплательщиками традиционны. Это судебные иски и контроль за расходованием ресурсов. Одно из мероприятий, которое препятствует этому – это установка антимагнитных пломб. Эта практика уже оправдала себя на протяжении длительного времени. Мы устанавливали эти антимагнитные пломбы при регистрации узлов учета и после обнаружения устройств, препятствующих корректному учету, тоже мы устанавливали антимагнитные пломбы. На сегодняшний день мы идем в веерно по всему жилому фонду и устанавливаем антимагнитные пломбы на всех индивидуальных приборов учета. Сегодня в городе 250 квартир отключены от холодного водоснабжения. Некоторым за неуплату перекрыли канализацию. Но не только кнутом, но и пряником коммунальщики пытаются повысить платежную дисциплину. В этом году перед Новым годом Ямал Коммунэнерго проведет акцию. Самый добросовестный потребитель – экономный потребитель. В этой акции будут участвовать те граждане, которые своевременно оплачивают за коммунальные услуги и своевременно вносят показания приборов учета. Специальная компьютерная программа по заданным критериям, главной из которых – своевременная подача показаний счетчиков и оплата услуг, определит добросовестных потребителей. Им предоставят скидку в 20% на коммунальные ресурсы на весь 2018 год. Горожане новость восприняли позитивно. Ну, для тех, кто платит и долгов нет, я думаю, нужно поощрительно эти. У нас же много, которые имеют долгов, не знаю, на несколько тысяч. Вот мы ежемесячно оплачиваем, стараемся не иметь долгов, потому что это накапливается, а потом сложно расплачиваться. У всех бывают такие проблемы, как сказать, с инстанцией, черная полоса. Кто-то без работы остался, кто-то там кого-то сократил, сократили. И нужны такие? Я считаю, нужны, потому что у всех какие-то проблемы. Может, там, например, человек пришел, мы пошли на уступки, он, чтобы не рост у меня там долг, он с этого вылазит как-то, так вот, скажем. Я считаю, нужны. Да, положительно отношусь. Ну, я, в принципе, всегда вовремя платим. Мы сейчас просто с отпуска, поэтому бегу платить быстрее. 20% скидка – это хорошая скидка. Ну, почему нет? Конечно, нужно. Кто-то платит, а кто-то не платит. При этом скидка не будет распространяться на общедомовые ресурсы. А в конце года коммунальщики готовятся провести еще одну акцию. На этот раз должникам, оплатившим ЖКУ, простят набежавшие пении. Эрнест Бавшин, Владислав Дроботов, Новости Муравленка. В многопрофильном колледже накануне Дня народного единства прошел парламентский урок. Студентов интересовали не только вопросы социально-экономического развития города, но и внешняя политика страны. Подробности в следующем сюжете. В многопрофильном колледже глава города Александр Подорога и депутат Государственной думы Владимир Сысоев открыто и прозрачно ответили на все вопросы студентов. Хотелось, чтобы вы здесь поприсутствовали не только как, уверен, благодарные слушатели, но еще как активные участники в том числе и городской жизни, жизни нашего Ямала, жизни нашей страны. Студенты удивили своей активностью. Молодежь задала массу вопросов, которые затрагивали обширный круг проблем от внешней политики России до трудоустройства. Упускницы дошкольного образования не берут на производство. И мы не знаем, куда идти, потому что сейчас все сады переполнены. И мы, в принципе, никуда не можем устроиться на работу. Что вы нам посоветите? Я понимаю, что, конечно же, нужен опыт. И опыт этот нужно приобретать на производстве, если мы будем говорить, применительно к детским садам. Поэтому я прошу вас об одном. Выбирая свою профессию, отдавайте себе отчет в том, что, во-первых, профессия воспитателя детского сада – это одна из самых тяжелейших профессий. Пакет законов Яровой, антитеррористическая деятельность, санкции, строительство новых социальных объектов в городе – это не полный перечень тем, которые волнует сегодня молодежь. Диалог со студентами получился конструктивным. Молодежь переживает за город, его будущее. И главный посыл встречи был таков, что сегодня власть ждет от молодых, в том числе, идей и предложений по повышению качества жизни. Я вынес то, что администрация города не сидит на месте. Скажем так, город развивается, город живет своей жизнью. Власть все-таки ведет диалог с народом, ну в какой-то степени. Сегодняшняя встреча была довольно-таки продуктивной. Владимир Владимирович ответил на все вопросы достаточно исчерпывающие. Вопросов у студентов было очень много. И по ходу встречи было принято решение собраться еще раз и более детально обсудить все волнующие сегодня молодежь темы. Также в ходе визита в наш город депутат Государственной Думы Владимир Сысоев принял участие в открытии общественной приемной ЛДПР. Партия сегодня готова наравне с другими политическими силами в стране вступать в диалог с избирателями, слушать их вопросы, идеи и предложения. Очень важно, чтобы депутаты Государственной Думы прекрасно мы эти вопросы брали себе в работу и находили варианты решения. Как заставить и чиновничий аппарат работать в интересах, на благо людей. И надо к депутатам смотреть, конечно, какие поправки федеральный закон нужно носить, как они право применяются, чтобы они работали на улучшение жизни граждан России. Общественная приемная ЛДПР работает по адресу улица Ленина, 66А. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Битва сильнейших началась. В городе стартовал чемпионат автономного округа по пауэрлифтингу. Одновременно проходит и первенство Ямала в этом виде спорта. В Муравленко приехали почти 120 спортсменов из шести муниципалитетов. Открыли соревнования с женщиной в весовой категории 52 килограмма. Спортсменкам необходимо выполнить три вида упражнений. Приседания, жим штанги лежа и становую тягу. Самой юной атлетке всего 13 лет. Варвара Соболева представляет город Ноябрьск. Сегодня результат 22,5 килограмма. Я пришла в пауэрлифтинг, потому что мне посоветовала мама для себя. Я решила поехать на первые соревнования. Я присела два раза. Первый по 20 килограмм, а второй раз 22 килограмма. Третий раз я отказалась, потому что мне стало тяжелого. Турнир проходит в спорткомплексе Ямал. Итоги первого соревновательного дня подведут уже сегодня. Лучших назовут в шести категориях. Окружный турнир продлится до пятого числа. На помост выйдут 116 спортсменов. Муравленко представляют 23 атлета. Муравленковцев приглашают принять участие в знаковом событии. Открытие ледового дворца в парке культуры и отдыха. Торжественное мероприятие запланировано на начало декабря. Сценарий церемонии организаторы держат в строжайшем секрете, но обещают открытие нового спортивного учреждения будет грандиозным и запоминающимся. Для того, чтобы это было интересно, зажигательно, красочно, и вот так, как привыкли делать в городе Муравленко, нам нужна помощь горожан. Помощь горожан всех, кто умеет стоять на коньках, умеет кататься на коньках, и кто просто, может быть, просто у кого есть коньки, и кто бы хотел принять участие в данном мероприятии. Заявки принимают в спортивном комплексе «Юность». Первая репетиция пройдет уже 3 ноября в 5 часов вечера в центре спорта Муравленко. Муравленковские школьники отправились в Санкт-Петербург для участия в заключительном этапе турнира «Умножая таланты». Он проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В финал прошли две команды из Муравленко. Ребята решали задачи, связанные с добычей и переработкой углеводородного сырья, используя знания, полученные на уроках химии, биологии и физики. В данном конкурсе я участвую в первый раз. Мы готовили проект по разработке нефти на шельфе. Задания были сложные. Мы работали долго, пару недель над ними. Были очень рады победе. Этот турнир – это шанс поступить в хороший вуз на бюджет. Ну, на бюджетной основе. В северной столице участники представят экспертам свои решения, посетят научно-технический центр «Газпромнефти», примут участие в тренингах, познакомятся с такими же заинтересованными и одаренными ребятами из других регионов. В этом году у турнира появился академический партнер. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Сотрудничество с профильным вузом позволит финалистам из 10-11 классов получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении на технические специальности подразделений вуза. Муравленковские школьники активно проводят свободное время в рамках третьего сезона сетевого проекта «Про каникулы». Ребята сыграли в битву умов и познакомились с возможностями инновационной лаборатории «Фаблаб». Рассказывает Оксана Шосток. Шесть сборных команд. Каждая представляет свою школу. В игре семь раундов. В одном по четыре вопроса. Минута на раздумье и правильный ответ. Здесь все по-взрослому. Подход серьезный. Если ошибся, проиграл. Команда третьей школы одна из самых активных. Обсуждают, спорят и вместе принимают решения. Очень хочется попробовать показать свои силы, которые у нас есть. Посоревноваться, доказать, что третья школа лучше всех. И доказать, что мы не какие-то там, извините, шалтай-балтай, а мы довольно-таки умные ребята. Вопросы из области литературы, экологии и искусства. Темы подбирали по возрасту. Ориентир на четвертые, пятые и шестые классы. Команда победительница получает переходящий кубок, который хранится в течение года. И уже в следующем сезоне, во втором сезоне интеллектуальной игры будет разыгрываться этот же кубок. Только уже среди других команд. Переходящий кубок в виде совы достается команде пятой школы. Ну а тем временем в городской библиотеке увлеченные техникой ребята получили возможность познакомиться с основами робототехники. Инновационной лабораторией Фаблаб. Данила Анахов с большим интересом наблюдает за тем, как с помощью 3D принтера создается физический объект. Мальчишка всерьез увлечен роботами и хочет знать о них все. Я хочу узнать, как правильно ездят роботы, какие есть управления, датчики, как их можно программировать. Юные художники собрались в детской школе искусств. Для них проводят увлекательный мастер-класс по изобразительному искусству. Вместо кисти – воздушные шары и трубочки. В итоге получились интересные и забавные работы. Программа про каникул насыщена событиями. Все самое интересное впереди. Оксана Шосток, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. Сегодня судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник. Служба выполняет задачи по обеспечению установленного законами порядка деятельности судов. Приставы разыскивают должников, занимаются сысканием налогов и алиментов, пенсионных взносов и заработной платы. Только за 9 месяцев этого года ямальским приставам удалось взыскать пятую часть долгов ямальцев. Это 7,5 миллиардов рублей. За цифрами статистики стоит ежедневный труд специалистов, главная задача которых – защищать закон, права и интересы граждан. Михаил Тупицын из Муравленко участвует во всероссийском конкурсе «Народно-участковый». В седьмой раз его проводит МВД России. Лучшего полицейского страны выбирают посредством интернет-голосования. Напомню, Михаил Тупицын стал победителем двухотборочных этапов. В региональном туре он набрал более 5,5 тысяч голосов. Теперь Михаил борется за звание лучшего участкового страны. Народное онлайн-голосование проходит до 10 ноября на сайте издательского дома «Комсомольская правда». Победителем будет назван сотрудник с наивысшим индексом доверия граждан. Для его подсчета будет учитываться соотношение набранных в голосовании лайков к количеству граждан, проживающих в субъекте федерации, который представляет участковый. Это вся информация выпуска. Больше подробностей уже в 18.30.